Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. И сегодня вы увидите много нового и интересного. Встречайте новый день с нами. Пожар в Одинцове. Корреспонденты Одинцовского информационного центра следили за ситуацией на месте событий. К отчету губернатора. В Одинцовском округе подводят итоги опроса населения по благоустройству и повышению уровня жизни. В ожидании ремонта. Глава округа Андрей Иванов посетил центральный сквер с фонтаном в поселке Старый Городок. Моя школа. С 1 сентября во всех образовательных учреждениях округа внедрят новую электронную систему. Последний звонок. В Одинцовском округе со школы попрощались 2173 одиннадцатиклассника. Встреча на ринге. В муниципалитете стартовал Всероссийский чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по комплексному единоборству. 26 мая 1868 года в Англии провели последнюю публичную казнь. Высшую меру применили к ирландскому террористу Майклу Барретту. К такому наказанию его приговорили за участие во взрыве несколькими месяцами ранее. В результате взрыва погибли 12 случайных прохожих и многие получили тяжелые ранения. Чем еще примечателен сегодняшний день смотрите в нашей следующей рубрике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вскоре Сикорскому передали от него памятный подарок – золотые часы. Именно этот самолет положил начало тяжелому самолетостроению, так как превосходил по размерам и взлетному весу все построенные ранее. Через два с половиной месяца он уже установил мировой рекорд – продержался в воздухе час пятьдесят четыре минуты с семью пассажирами на борту. Также в этот день в 1829 году Брик Меркурий, курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир Брига Александр Казарский отказался капитулировать, вступил в бой и прорвался к русским в болгарский порт Сизополь. Меркурию впервые в истории русского флота присвоили почетные георгиевские флаги. Для экипажей кораблей установили ношение на бескозырках черно-оранжевой ленты, черный цвет символизировал порох, оранжевый – пламя. Сегодня день российского предпринимательства. Праздник учрежден указом президента Российской Федерации в 2018 году, чтобы привлечь внимание к развитию российской экономики проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Также в последнюю пятницу мая свой профессиональный праздник отмечают все российские сварщики. А на Алтае 26 мая празднуют День Тигра. 26 мая 1835 года родился русский офицер, младший сын великого поэта Александра Пушкина – Григорий Пушкин. Он отличался спокойным и уравновешенным характером, доброжелательностью, изысканными манерами. Во всем его облике читалась благородная пушкинская порода. Также сегодня родились писательница и драматург Людмила Петрушевская и заслуженная артистка России Анжелика Варум. А теперь к новостям округа. Поздно вечером в среду в пожарную часть поступил вызов. Сообщили о пожаре на строительном рынке Акос в Одинцове. Тушение открытого горения продолжали до 4 часов утра. В итоге пожар был локализован, но работы продолжаются. На месте происшествия работали и корреспонденты Одинцовского информационного центра. Смотрим их репортаж. Загорелся двухэтажный корпус, который выходит на Минское шоссе, так сказать, фронтальный для рынка. А остальная территория сейчас находится под контролем пожарных. Этот двухэтажный корпус отцеплен со всех сторон. Его усиленно проливают потоками воды. Налажена поставка воды бесперебойно. Машины пожарные сменяют одна другую. И практически тушение огня не прекращается. Но, конечно, ликвидировать такой пожар быстро, скорее всего, не получится. Сообщение о возгорании по адресу улица Внуковская, дом 11, поступило в пожарную службу в среду вечером в 10 часов 39 минут. На ликвидацию открытого горения на строительном рынке АКОС выехало 96 человек и 31 единица техники, в том числе 46 человек и 14 единиц техники от МЧС. Пожару был присвоен второй ранг опасности. Второй ранг пожара считается повышенным и присваивается, когда обстановка становится критической. Эта категория предполагает работу трех пожарных расчетов или шести бригад на автоцистернах. «Хранение строительных материалов, в том числе и наличие материалов, что воспламеняют жидкость и пластиковые продукты, резины технические, что, собственно, и уголок посылки к большому распространению пожара по всей площади». Открытое горение потушили к четырем часам утра. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Но работы по устранению очагов возгорания продолжились в течение всего дня. «За моей спиной пожарные разбирают конструкции. Задымление достаточно сильное. Территория оцеплена, никого не пускают. При этом хочется отметить, что соседние постройки расположены очень близко и пострадал лишь один корпус. Остальные строения отстояли. Предприниматели от комментариев отказываются. Они, естественно, очень расстроены. И, по их словам, потери очень большие». По словам очевидцев, сработала система противопожарной безопасности. Охрана сразу вызвала спецслужбы. Но за полчаса пламя уже охватило весь корпус. «Быстро вспыхнуло». «Быстро, очень. За час все сгорело». «За час все сгорело, да». Имущество этого предпринимателя сгорело полностью. Всю ночь вместе с другими владельцами он спасал товары товарищей по несчастью из соседних павильонов. «Ночью друга вскрыл, я вынослил вот товар, видите. А, вот это его товар, да. Потому что я спасал, да, с людьми отбрал. Мы за 40 минут павильон вынесли». «Выстрелились в цепочку и…» «Выстрелились в цепочку и передавали, вытаскивали, потому что думали, что загорится, да?» «Да. Ну, так сказали пожарники, потому что пламя было большое, вода закончилась. Ну, ветра не было же, поэтому…» «Ветра не было, но все равно пламя-то большое было». Погодные условия и оперативная работа спецслужб предотвратила распространение пламени на соседние павильоны. Часть рынка продолжила работу в обычном режиме. «Вчера были здесь буквально в это же время. Четыре или пять часов здесь провели. Все было шикарно и красиво. Все торговали, все были в работе. На данный момент, утром сегодня узнали по новостям, что тут такое произошло происшествие и вот приехали». «Вам нужно что-то докупить еще, да?» «Ну, я там, да, договаривалась с продавцом и спросила у нее, говорю, вообще можно сюда попасть? Она говорит, да, я на работе, все нормально. Слава богу, ее не пострадало место». Тушение продолжится до полной ликвидации пожара. Причины возгорания, а также размеры материального ущерба пока неизвестны. Контроль установления обстоятельств чрезвычайного происшествия взяла на себя прокуратура. Полина Бахова, Александр Лычагин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Перед ежегодным отчетом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Одинцовском округе подводят итоги опроса населения по благоустройству и повышению уровня жизни. На обсуждение вынесли два важных вопроса. Какие изменения больше всего ощущаются и на что стоит обратить внимание в будущем? Полина Толмачева расскажет подробнее. С 2017 года в Подмосковье ведется масштабная и планомерная работа по благоустройству территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. В начале июня губернатор Московской области выступит с ежегодным отчетом перед жителями на тему обратной связи населения по вопросам положительных изменений в регионе. Мы провели достаточно большое голосование, за что огромное спасибо нашим жителям, с просьбой ответить на два вопроса. Что в вашем городе, в вашем районе изменилось, и что бы вы хотели улучшить в том месте, где вы живете? 162 тысячи ответов. Губернаторские программы охватывают практически все сферы современной жизни. Но для жителей Одинцовского округа одним из приоритетных направлений является создание детской инфраструктуры. Ежегодно в муниципалитете открывают новые многофункциональные и безопасные детские площадки. В прошлом году было построено семь таких комплексов, в этом запланировано девять. Наверное, все знают, это красивые, действительно яркие площадки, которые пользуются большой популярностью у наших маленьких жителей. Поэтому очень ждем. А для предоставления качественного образования необходимо строительство школ. В этом году в округе сдают сразу несколько новых учреждений. Одни из самых долгожданных объектов – крупнейший в области кластер в микрорайоне «Гусарская баллада» на 2600 школьников и воспитанников детского сада, а также новый корпус гимназии номер 14 в Одинцове. Мы все очень ждем, и действительно, этот проект не то, что ни одного года ожидания, а ни одного десятка лет ожидания. Поэтому я надеюсь, что его реализация поможет действительно разгрузить и саму школу, и на самом деле, ну вот, и сам микрорайон. Андрей Воробьев отметил, что ответы, полученные от жителей, информативны и развернуты. И на них следует опираться главам городских округов и сотрудникам отраслевых организаций. А все пожелания о преобразованиях необходимо реализовать до конца текущего года. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Сквер с фонтаном в самом центре поселка Старый Городок – излюбленное место притяжения жителей Никольского и Кубинки. Детские площадки и спортивные комплексы пользуются особой популярностью. В течение последних десяти лет на территории проводили текущий ремонт, но уже этим летом пройдут капитальные работы. Рассказывает Елена Краева. Сквер в поселке Старый Городок – место, где ежедневно собираются жители разного возраста. Играют в футбол, баскетбол, настольный теннис, гуляют с детьми или просто отдыхают на лавочке у фонтана. Есть детские площадки, которые устраивают и детей, и взрослых. Мы уже не так за ними бегаем, как отположено. Но мы видим, что они заняты, значит, они заинтересованы в этом. Они прекрасно отдыхают, а мы за ними наблюдаем. Сквер благоустроили в 2013 году. С того момента проводили исключительно точечный ремонт комплекса по мере возможностей и необходимости. Глава округа Андрей Иванов встретился с инициативной группой и выслушал пожелания местных жителей, которые в основном касались содержания фонтана и ремонта спортивных объектов. На баскетбольной и футбольной площадках нанесут новую разметку и заменят испорченную сетку. Столы для настольного тенниса перекрасят, а трюковые рампы скейт-парка заменят на новые. Замена будет полностью всех фанер. Все это будет заменено и будет обследовано металлические несущие конструкции. Точно так же здесь будет проведен локальный ремонт резинового покрытия. Центральный фонтан почистят и отрегулируют потоки воды. Закрывать всю площадку на время ремонта не планируют. Работы проведут в несколько этапов. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Но другим новостям. С 1 сентября во все образовательные учреждения округа внедрят систему «Моя школа». Это единый доступ к сервисам и цифровым учебным материалам для детей, родителей и учителей взамен региональному школьному порталу. О преимуществах новой платформы в репортаже Екатерина Крамер. Улучшение качества образования – одно из главных направлений в Подмосковье. Благодаря соглашению, подписанному губернатором Андреем Воробьевым с мэром Москвы Сергеем Собяниным школьники и педагоги Московской области смогут использовать лучшую в стране систему образовательных услуг. «Мы с Москвой работаем в партнерстве в разных сферах, и образование – это стратегическое направление. От этого подписания, самое главное, выиграют ученик и учитель. Платформа «Моя школа» позволяет выявлять таланты у наших детей, а педагогу, если необходимо, повысить свое мастерство. Я очень надеюсь, что и в сельской школе, и в городской мы дадим качественное и очень хорошее образование». В этом году наш округ стал пилотным для внедрения универсальной платформы «Моя школа». В ней ученики могут пользоваться видеоуроками при подготовке к ЕГЭ, персональными и групповыми каналами связи, чатами, видеозвонками. Впервые проект реализовался в Одинцовской лингвистической гимназии. «Данная система включает в себя, помимо того, что электронный журнал, также верифицированный цифровой образовательный контент. Это удобно и для педагогов, и для учеников, и для родителей, поскольку образовательные ресурсы мы используем очень часто в своем образовательном процессе». Педагоги могут использовать контент «Моей школы» во время учебной деятельности, а также по необходимости при дистанционном обучении. А родители с помощью этой системы могут видеть, как питается в школе их ребенок и следить за его успеваемостью в электронном журнале. «Мы с родителями общаемся, находимся в тесном контакте. Мы собрали уже почти 100% согласия на обработку персональных данных, поэтому дети наши интегрированы в новую систему. На июнь запланировано обучение педагогического коллектива. Также внесены тестовые варианты учебных планов, расписание». «Новая система, модернизированная, это Московская электронная школа, она отличается от нашей тем, что она богата своим банком заданий. Там есть задания для обучающихся по подготовке к ЕГЭ, там есть очень большой выбор для учителей контрольных срезов, самостоятельных работ. То есть платформа более такая насыщенная, более богатая, благодаря которой дети смогут улучшить свои результаты образовательные». С 1 сентября все образовательные учреждения округа будут полностью интегрированы в информационную систему «Моя школа». Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». На ВДНХ с 1 июня начнутся летние мероприятия, которые смогут посетить около 10 миллионов человек. Посетителей ждут фестивали, концерты творческих исполнителей и групп, спортивные и образовательные события. Уже 12 июня здесь проведут различные программы в честь Дня России, а главным событием этого лета станет празднование 84-го дня рождения ВДНХ. О других новостях столицы смотрите далее. С 30 мая изменится расписание поездов МЦД-2 на Курском и Рижском направлениях. На Курском отменят часть поездов, некоторые проследуют от станции Царицыно, а интервалы движения увеличат до часа. На Рижском направлении также отменят ряд поездов, часть проследует от станции Стрешнево, но интервалы составят около получаса. Также будет закрыт путь на Москву от станции Москва-Товарная до станции Перерва. Как уточнили в Диптрансе, это связано с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры. Реконструкцию стадиона «Москвич» символично завершили в год столетия московского спорта. Теперь в текстильщиках снова есть мощный комплекс, в котором можно заниматься десятью дисциплинами. Здесь игровой центр с двумя теннисными кортами, площадками для волейбола, баскетбола и художественной гимнастики, а также стадион с натуральным газоном, освещением и беговыми дорожками. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося архитектора Алексея Щусева. Это автор Казанского вокзала и мавзолея на Красной площади. На портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут. Во время прогулки по нему пользователи познакомятся с ключевыми работами архитектора и узнают интересные факты из истории их строительства. Проект доступен в формате мобильного приложения. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в нашей программе вы увидите. Последний звонок. В Альцовском округе попрощались со школой 2173-11 классника. Встреча на ринге. В муниципалитете стартовал Всероссийский чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по комплексному единоборству. Новости «Афиша». О мероприятиях, которые пройдут в ближайшие выходные в округе, расскажем в нашей еженедельной рубрике. В Адинцовском округе прошли последние звонки. Попрощаться с уроками и переменами в муниципалитете смогли 2173-11 классника. Во втором лицее последний звонок прозвенел для 61 ученика. Теперь ребята ждут экзамены и новый жизненный этап. С выпускниками пообщалась и Екатерина Крамер. Ирина вместе со своими одноклассниками ответственно готовилась к последнему звонку. И вот настал долгожданный и волнительный момент. Сегодня выпускница выступает перед родителями и педагогами. Все школьные годы у нас были очень интересные. Помимо того, что мы учились, получали очень много интересной, полезной информации. У нас также было и много разных концертов, выступлений. И также учители отдавали нам очень ценные жизненные уроки, которые в будущем обязательно помогут. Выпускники подготовили праздничные номера. Изюминкой выступления стал импровизированный поезд. Символ школьной жизни, похожий на большое увлекательное путешествие. Они и так уже взрослые. Все умеют, все знают. Иногда стоит и у них учиться. Но писала всей души. Если что, ребята, извините. Я вас очень люблю. Те танцы, те песни, которые они пели с первого класса. И сейчас, да, немного в новой интерпретации, но они показывают именно свою школьную жизнь. И поэтому все учителя, конечно, это смотрят со слезами на глазах. Радость от первых побед, упорный труд над собой, первая любовь и школьная дружба. Савва вспоминает о первом танце, который он поставил вместе с одноклассниками. Со своими школьными друзьями он прошел важный этап, который запомнит на всю жизнь. Я желаю им всего самого хорошего, чтобы они находили самых лучших людей, которые будут с ними честны. Традиция отмечать последний звонок появилась не так давно. Впервые праздновать его начали в советское время, 70-е годы. Инициатором был заслуженный советский педагог Федор Брюховецкий. Именно он придумал большинство школьных традиций, целью которых являлось сплочение детей в коллективе. К этой радостной и в то же время трогательной дате украшали актовый зал, рисовали стен газеты, посвященные каждому выпускному классу. После официальной части последнего звонка для ребят устраивали капустник. Вот и во втором лицее решили придумать свои маленькие традиции к празднику. Дети, каждому из вас подготовились к самолете. Это навигация ваша, ваше будущее. Это для А-класса. В лицее номер два последний звонок прозвенел для 61-го одиннадцатиклассника. Впереди у ребят ответственная пора. Сдача экзаменов и, конечно же, выпускной бал. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В Одинцовском округе стартовался российский чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по комплексному единоборству. На ринге встретятся 250 спортсменов из 39 регионов России. Соревнования продлятся до 26 мая. Самур приехал в Одинцово из Санкт-Петербурга на чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по комплексным единоборствам. В этом виде спорта он выступает недавно, но уже есть значительные успехи. Для себя хочу, конечно же, оказаться победителем данного турнира. Шансы свои оцениваю высокие, потому что никаких преград не вижу. Всего побороться за победу приехали 39 команд со всей России. Борцы выступили в состязательном поединке, а также показали свои навыки ударной техники. Я очень рад, что мы вернулись к проведению чемпионатов в Син-России, потому что был период времени, который мы не проводили чемпионаты. Хотя по постановлению правительства это является служебно-прикладным видом спорта Федеральной службы исполнения наказаний. Но мы проводили ежегодно Кубок ДСАА в России, проходил ежегодно международный турнир на Кубок ОДКБ. Поединки прошли в восьми весовых категориях, как среди женщин, так и среди мужчин. Организованно на высшем уровне, не ожидал. Прямо в Рязан тоже ехал по боевому самбо. Пару месяцев назад по Син-России туда тоже ездил. Такой же уровень. Пришла в Овсин, я выступала на соревнованиях по рукопашному бою. Надежда Николаевна меня заметила. Надежда Николаевна полковник внутренней службы. Она меня заметила и предложила мне вступить в их сильную команду. Я согласилась, она меня устроила. И я также тренируюсь, выступаю и работаю. В системе ВСИН служили разные люди. Один из ярких представителей, писатель и журналист Сергей Довлатов. В 1962 году за неуспеваемость он был отчислен из Ленинградского университета и призван на службу в армию, где попал в систему охраны исправительно-трудовых учреждений на севере Коми. Прослужил там три года и написал книгу «Воспоминания зона». В его рассказах представители конвойных войск предстают людьми физической силы и выносливости, а также высоких морально-волевых качеств. И соревнования тому подтверждение. В этом году соревнования продлятся до 26 мая. Тогда за золото будут бороться финалисты, которые войдут в состав сборной ВСИН России. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». О новостях России. По мнению Роспотребнадзора, ситуация с заболеванием корью в России стабилизировалась и идет на снижение. В конце апреля в стране зафиксировали более одной тысячи случаев. Чтобы не допустить эпидемии, необходимо выявить всех, кто контактировал с заболевшими. О других новостях России смотрите далее. Челябинский тракторный завод побил советский рекорд по производству танковых двигателей. По итогам первого квартала объем выпускаемых деталей превысил показатели периода Холодной войны СССР на 12%. По словам дирекции, за последний год коллектив челябинского предприятия вырос на 30%. Мурманские ученые нашли способ из бурых водорослей извлекать антиоксиданты. Они способны заменить аналогичные синтетические составляющие в продуктах питания, медицинских и косметологических средствах. Так называемые флоротанины могут стать основой для ряда препаратов против рака, диабета и ВИЧ. В Грозном проходит 32-й международный кинофорум «Золотой Витязь». На торжественном открытии здесь были режиссеры, актеры и творческие коллективы. Всего в этом году в нем участвует порядка 20 стран и 153 конкурсные картины, в их числе документальные, художественные, анимационные и дебютные фильмы. Кинофорум будет проходить до 31 мая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Наступают долгожданные летние каникулы. В эти выходные школьникам не придется скучать. А наша подборка активностей в этом поможет. Мастер-класс «Буквица. Искусство первой буквы. Познакомить детей с древнерусской письменностью». На нем ребята узнают роль древнерусской буквицы. Выполнят на листе первую букву своего имени, которая может стать прекрасной деталью интерьера или украсить открытку. Мероприятие пройдет в первой библиотеке Завенигорода в 2 часа дня. А в Ершовском доме культуры состоится спектакль «Жадный гном». Это история о том, как жадность и злость истребляют все хорошее, что есть в душе человека. Представление подготовили актеры средней группы театральной студии «Золотой ключик». Гостей ждут в 2 часа дня. Вечер субботы будет приятно провести под звуки классической музыки. В деревне Мамонова в сельской библиотеке состоится вечер-портрет гений русской музыки Рахманинов. На нем вас познакомят с биографией и творчеством композитора, а также представят фрагменты его известных музыкальных произведений. Всех желающих ждут к 3 часам дня. В воскресенье лучшие творческие номера представят коллективы «Город-вторых» на отчетном концерте. В час дня в местном ДК они покажут вокальные и танцевальные достижения. На сцене выступят артисты всех возрастных групп. В КДЦ «Барвиха» пройдет конкурс «Краски детства». Он организован благотворительным фондом помощи социальной адаптации и реабилитации детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Гостей ждут выступления артистов эстрады с детьми-инвалидами, творческих коллективов КДЦ, а также мастер-классы и игровые программы. Развить свои коммуникативные способности, сформировать умение работать в команде, выполнять определенную роль и раскрыть творческий потенциал поможет занятие творческой мастерской сам себе режиссер. Оно пройдет для детей от 3 лет в Театре сказок Парка Захарова. Начало в 13.00. На концерт камерной музыки всех ждут в самый необычный концертный зал. В маленьком деревянном доме в музее Танеева классические произведения всегда звучат по-особому. Убедиться в этом и насладиться выступлениями лауреатов международных конкурсов можно в 2 часа дня. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. И о мировых новостях. Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с известной кинокомпанией о съемках полнометражного фильма о жизни в Королевском дворце. Уточняется, что сейчас супружеская чета ждет реакцию зрителей на предстоящий фильм о принце Эндрю, сыне покойной королевы Елизаветы II. При этом пара уверена, что их история вызовет бурный интерес публики. О других новостях мира смотрим далее. Главный старт международного полумарафона состоится 4 июня одновременно в 89 регионах России, а также в Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане. Впервые полумарафон забег.рф провели в Китае в зимнем Олимпийском парке в Пекине. Участие в нем приняли более 1800 человек. В программе были забеги на четырех дистанциях разной сложности. В возрасте 83 лет после долгой болезни скончалась королева рок-н-ролла Тина Тернер. Причиной смерти звезды стал рак кишечника. Онкологическое заболевание ей диагностировали в 2016 году, а тремя годами ранее исполнительница перенесла инсульт. Певица всего на полгода пережила своего младшего сына. Известно, что 62-летний Ронни Тернер тоже умер от рака. Смертельно ядовитые желтоватые скорпионы заполнили Великобританию. Насекомые-убийцы прибыли из Сицилии из-за потепления. Их яд крайне опасен и в случае аллергической реакции может привести к анафилактическому шоку и даже смерти. В страну они проникли на паромах, которые перевозят грузовики с овощами и фруктами. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Ночью около плюс 15. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Геомагнитное поле неустойчивое. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в нашем информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. Ну а с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. В студии были Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго. Желаем вам удачного рабочего дня и, естественно, хорошего вечера. До свидания. До свидания.